35 лет назад учёный Стэнфордского университета Пол Берг объединил в единое целое два гена, выделенных из разных организмов. Тогда, впервые в истории, исходный генетический код организма был изменён. В результате эксперимента был получен гибрид, который до этого не встречался в природе. Так был изобретён модифицированный табак. Всего через несколько лет в США начала развиваться индустрия создания геномодифицированных организмов. ГМО. Очень скоро учёные поняли. Благодаря генной модификации растения и овощи становятся морозоустойчивыми, дольше хранятся, и их не едят насекомые. Если в ген, в молекулу ДНК, в сои или картошки, или чего-то, вставить, например, ядовитый ген питуньи, который является страшным токсическим ядом, и ни одно насекомое мира её не употребляет, то вся соя будет для них являться смертельно опасной. И повинуясь инстинкту жизни, насекомые не едят генномодифицированную продукцию. В результате урожайность повышается в десятки, в сотни раз. В 1994 году миру была представлена разработка генной инженерии – помидор флавр савр. Гены помидора скрестили с генами рыбы камбалы. Раньше об этом писали только в фантастических книгах, а сегодня из таких томатов изготавливают кетчупы известной марки. В семя риса для большей сопротивляемости вредителям добавляют ген человеческой печени. Генетический код картофеля содержит ген подснежника. На самом деле это очень страшно, потому что какие гены, куда они попадут, и нужны ли они организму, и как они повлияют на организм, никто толком не знает. Я не рекомендую геномодифицированные продукты употреблять. Всё должно быть естественно. Что выросло, то и кушать. Всего в мире выведено около тысячи геномодифицированных культур. Но только сто из них разрешены к промышленному производству. Наиболее распространённые – помидоры, соя, арахис, кукуруза, рис, пшеница и картофель. К сожалению, в мире процесс контроля за распространением генетически модифицированных вставок и источников вышел из-под контроля. То есть идёт генетическое загрязнение планеты. Гены контролируют строение клеток и тканей, их развитие, старение и гибель. Если по своей структуре и функциям гены нормальны, человек здоров и жизнеспособен. Такой генофонд обеспечивает биологическое бессмертие нации. По официальным данным, примерно 70% продуктов питания, продаваемых в США, содержит ГМО. В России эта цифра составляет пока 6%. Культура, над которой в настоящее время производится самое большое количество генетических изменений, и которая входит в состав всё большего числа продуктов – соя. Для справки. Соя – растение семейства бобовых, родиной которого является Восточная Азия. Среди всех возделываемых в мире сельскохозяйственных культур, соя является одной из самых высокобелковых. Белок – основной биохимический компонент семян сои. Соевая колбаса, соевое молоко, соевый творог, шоколад, мясо. 95% импортируемой в Россию сои генетически модифицировано. Так получается дешевле. Ведущие компании мира даже детское питание делают генно-модифицированным. Детские кремы, детские пасты, конфеты, батончики шоколадные, куда входит арахис и так далее. Это всё генно-модифицированный продукт. Конечно, генетически-модифицированные компоненты могут содержаться в фастфуде, несомненно. И есть такие данные, данные Оксфордского университета, о том, что если будущий папа ест около 20 чизбургеров и гамбургеров, то большая вероятность, что его ребёнок родится с лейкемией. Если школьник ест около 12 чизбургеров и гамбургеров, то у него также может быть со временем выгодно быть лейкемией. То есть вероятность заболевания намного повышается. Не так давно была проведена экспертиза продукции известнейшей сети быстрого питания. В результате в составе гамбургеров и молочных коктейлей было обнаружено большое количество трансгенных компонентов. Мы, вы знаете, очень как-то легкомысленно относимся к вот этим баночкам с модифицированной едой. Мы не читаем. И если даже мы читаем, мы всё равно можем купить. Потому что думаешь, ну, авось пронесёт. Это такой вечный русский авось. Мы должны немножечко как-то перебороть свой менталитет и быть более последовательным в своей любви к детям прежде всего. Или там к своим ближним. И не есть ни модифицированную еду, ни какую еду, принадлежащую к категории фастфуда. Один раз поедали, даже в течение месяца вы едите, ничего страшного. Если вы в течение трёх лет, три раза в день едите эти трансгенные продукты, то это неизбежно придёт к серьёзным заболеваниям. Хотя, вот, если человек не очень здоров, то такие вот симптомы заболевания могут проявиться и значительно быстрее. Это может произойти через, там, две недели, и даже через, там, несколько дней. В нашем кишечнике, например, содержится до 500 микроорганизмов разных видов. Появление вот этих вот генетических вставок, которые свободно гуляют в нашем организме, и встраивание их в генетические аппараты этих микроорганизмов, приводит к тому, что эти микроорганизмы начнут вырабатывать неспецифические белки. Белки, которыми наш организм не распознаёт. Учёные Российского института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии провели простой эксперимент над крысами. По своей морфологии и биохимии они очень похожи на человека. Одну группу грызунов кормили генномодифицированной соей, вторую группу – контрольную, обычным кормом. Спустя три месяца в крови крыс первой группы было обнаружено повышенное содержание белых кровяных телец, изменилась структура мозга, почки уменьшились в размерах, их функции нарушились. Но это не самое главное. И каково же было моё удивление, когда более 50% крысят умирали в первом поколении. Они умирают в течение трёх недель. И на самом деле была очень страшная картина. Когда потом, в дальнейшем, я пыталась получить второе поколение, вот здесь опять меня ждало такое неприятное, можно сказать, известие, потому что второго поколения я не получила. И это стало ещё страшнее. Думаю, значит, те, которые выжили, они оказались бесплодными. В 2004 году в Бельгии на форуме стран-участниц НАТО было сделано сенсационное заявление. Генно-модифицированные организмы могут быть использованы в качестве клинического и биологического оружия. Когда я слышу, что какой-то продукт попадает в разряд подозрительных, в частности, вот эти самые генно-модифицированные продукты, я их просто не ем. Они исчезают из моего рациона в тот же момент. Я не хочу быть подопытным кроликом. Мне кажется, что это вообще просто ниже собственного достоинства попадать в какой-то эксперимент. В 2007 году московские власти приняли решение. Столица должна стать зоной, свободной от ГМО. Первым шагом стала программа добровольной маркировки продуктов. Производители, прошедшие тщательную проверку в специальной лаборатории, имеют право наклеить на свою продукцию светло-зелёный стикер с надписью «Не содержит ГМО». Наклейка гарантирует, что содержимое ГМО именно в этом продукте не превышает 0,9%. В ближайшее время правительство намерено довести эту норму до 0%.